МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Про развитие гомельского гандля – великий репортаж Марины Джалой. Осторожно, летние каникулы, как избегнуть детских травм, наши корреспонденты испытали у медиков. Их работа выратовывает життя. В Гомеле проходят республиканские спаворничества МНС. А зараз об этом и иншим – больше подробязанным. Працовная пенсия в Беларуси с первого дня повеличится у середнего на 10%. Гэта предугледжена указом, який напереды дни подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Рашение принято з уликом росту середней зарплаты Украине. Таким чином, середний памер пенсии сажнил нескладзе каля 364 рублев. Так само будуть пераличеные памеры минимальных працовных и социальных пенсий и розных надбавок. Який лёс чакает привокзальный рынок, коли на месте Быховского з'явится магазин, и как у Вогулі развивается система гандлю в регионе. На питание ведущей и слухачев подчас программы «Открытая студия» Радоя Гомель Плюс отказывали керавники областного и городского управления гандлю и послуг. Марина Джалая так само задала гостям студии свои питания. 15 тысяч гандлевых объектов працуют зараз в области, а еще две с половой – в Гомеле. Гэта другий покажек по Сламинску. Литерально каждый человек жадает, как магазины с самыми основными товарами находились у кроковой доступности, але не все пожелания махчимы задоволять. Часом для будовництва чергового магазина кроковой доступности не хапая свободных площадь. А здраяется и так, что крамы зачиняются застратной праце. Зараз, на прикладу, в Гомеле будуются некальки великих магазинов, які забеспечить потребы жихаров особных микрорайонов. Мы ожидаем открытие двух крупных торговых объектов до конца года. И уже, наверное, в ближайшее время это откроется объект по улице Сверидова. Под вывеской «Дионис» это будет крупный торговый объект свыше тысячи квадратных метров с зоной реализации продовольственных товаров и предполагается небольшой объект общественного питания. Также под вывеской «Дионис» у нас откроется еще один объект по проспекту Космонавтов 61. Тоже достаточно крупный объект. А для питания у застояться шмат. Например, когда закроют провокзальный рынок и где потом працевать предпринимательством и физическим особам, которые зараз там гандлюют. Специалисты расслумачили, что гандлерам пропонуют ожидаю свою деятельность на улице Шаученке, где для этого рыхтуется специальная пляцовка. Хочется за все так званый пятачок спынить свою работу до 1 вересня. Зараз инвестор займается проектной кошторисной документацией. И в вересне тут приступят до початкового этапа будовництва. Плануется, что гандлевы центры на месте провокзального рынка завершить будовать в 2020 году. Как мы видим сегодня по эскизу данного торгового центра, решение такое, что на первом этаже это будет размещаться большой торговый объект по реализации продовольственной группы товаров. На втором этаже это будут арендуемые площади, которые будут сдаваться в аренду под торговлю. И, возможно, кто-то из физических лиц индивидуальных предпринимателей, которые ранее осуществляли торговлю на привокзальном рынке, смогут занять эти места и в дальнейшем развиваться и работать. Еще одно наболелое питание, когда на месте, изнесенного Быховского рынка, побудуют новый магазин. По попередних известках, в 2020 году на этой пляце открыется гипермаркет. Так само насильство советского района Гомеля чекает заявление анонсированного рынку Любинске на улице Жукова. Ситуация с терминами его бытовниства ускладнилась оттым, что, сгодно генплану, заменяются межи Гомеля. В настоящее время идет согласование генплана в развитии города Гомеля. И когда будут определены все нюансы в строительстве обхода, который проходит непосредственно в зоне строительства этого рыночного образования, в тот период и начнется строительство нового рыночного образования, если еще на тот момент будет в нем необходимость. А вот на рынку Асавцы повинны з'явиться гандлевые рады по продаже былых воуживаний товаров. Такие рынки заусюду выкликают цікавость у насильництва, бо там можно знайсти, окроме іншого, раритетные речи, предметы нумизматики и артефакты. Можно говорить о том, что вот такие зоны, они являются местом притяжения не только тех людей, которые торгуют бывшими в употреблении вещами, но и определенных категорий покупателей, которые с удовольствием посещают эти рынки, ну, скажем так, даже являются центром притяжения, потому что одно дело – это купить бывшие в употреблении часы, второе дело – это какой-нибудь инкрустированный старый диван или же статуэтку, которая собой представляет некую, даже, наверное, материальную ценность. Поэтому в данной ситуации я бы, может, даже хотела где-то обратиться к нашим жителям, не отвергать это предложение, а попробовать. Вполне вероятно, что нам понравится всем быть на этом рынке, и все будут знать, что у нас есть определенный рынок, куда можно приехать, продать свою вещь, бывшую в употреблении, и приобрести то, что тебе будет интересно. Что касается развития гандлевой сетки в регионе, то сейчас в Гомельской области работают около 15 тысяч гандлевых объектов, и что год их заявляется еще по 3-4 тысячи. Зразумело, певная колькасть крам зачиняется, но в целом в этом сегменте назирается видовочная активность. Вопрос обеспеченности и насыщенности товарного ассортимента лежит в плоскости ответственности субъектов хозяйственных, поскольку обязательно у нас на сегодняшний день наличие ассортиментных перечней, в которых включены основные позиции, и если мы говорим об ассортиментном перечне, то это именно товары наше белорусское производство. Конечно же, задачу мы ставим перед местными органами власти в ежедневном режиме отрабатывать сеть для того, чтобы видеть о том, что весь необходимый ассортимент товаров, особенно социально значимые товары, должны быть ежедневно на прилавке. Гандаль – это достаточно складная сфера. Тут заусюду есть, над чем працовать и до чего им мкнуться. Есть, чем быть незадоволенными и за что – удячными. И добре, когда подстав для удячности становится все больше. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадо и компания «Гомель». Летние каникулы долго чаканы, час для детей. Но при всех своих плюсах летняя пора стоит в себе и шмат небезпек. Дети больше гуляют, больше рухаются и спознают новокольный свет. Наш корреспондент Ганна Корольчук отправилась в детскую поликлинику, чтобы узнать, что погрожает детям в летний час. Допытливость, рухомость и недоход житового опыта. По словам медика, в летнюю, сколько своротов, связанных с детским травматизмом, возрастает прикладно на 30%. При этом, причины травмы остаются типовыми. Например, недоглеженные детячие пляцовки, где с часом расхистываются стойки и слабеют металличные перокладины. Иснует целый шарах травма небеспечных спортивных прилад, таких, як скейтборды, гироскутеры, ролики и велосипеды. После неудалого падения дитя могут чекать як легкие драпины, так и черепно-мозговые травмы. Кабы гэтага позбегнуть, малых треба забеспечить шлемами, наколенниками и налокотниками. У выпадку травмы дорослам варта не паниковать, зафиксовать покалеченную конечность и звернуться в больницу. Существует три пункта оказания первой помощи по травме, в том числе и детям. Первый пункт это больница скорой помощи, или ее называют Первая Советская больница. Второй пункт это Сельмашевская больница, или Городская клиническая больница, номер один, как она сейчас называется. Третий пункт это областная больница на братьев Лизюковых. То есть, ну, достаточно рационально разбито по территориальности это все. И либо вызывается скорая помощь, либо родители сами обращаются. Средняя цифра для любого перелома у детей это три недели. Повышается и узровень захворывания на вострой кишечной инфекции. Причиной могут быть сапсаванные продукты, брудная вода, а так само контакт с переносчиком вируса. Попередить инфекцию допомогут только уважливать батьков и выконание правил гигиены. Небеспека подпильновывает детей не только в городских джунглях. Шмот батьков звертается со скаргами на укусы клещов. Хоть не о лечении таким выпадку может только нашкодить. Клещ может деформоваться и частково застаться у скуры. А кроме того, он может быть инфицированным. И тогда риск заражения детятию возрастает у разы. Необходимо обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения либо амбулаторную оказывающую помощь, либо на стационарных условиях. А медицинский работник при обращении уже пациента с укусом клеща обеспечивает удаление этого клеща, антисептическую первичную обработку места укуса. И если пациент обращается в первые 72 часа после укуса клеща, назначается экстренная химиопрофилактика. Она проводится специальными медицинскими препаратами антибактериальными в соответствии с возрастными дозировками. Сырот пытаний, с которыми батьки звертаются до педиатров и уживание лесных грибов. Не глядячи на жадание разнастаяць рацион детяти, урачи не рекомендуюць гэтага робить. Грибы – як губки, які убираюць у себя небезпечные речевы, радоэнуклиды, пестициды и тяжкие металлы. При употреблении грибов, даже если они не ядовитоседовны, бывают симптомы интоксикации. Чаще всего это все-таки детки младшего возраста. И один из самых очень, наверное, из этих всех предрасполагающих факторов, что не надо вводить рацион грибов – это идет отравление. Отравление притекает тяжело вплоть до летального исхода. Дети – это наше будущее, и берегите здоровье их с детства. До кожного пациента педиатр ставится индивидуально, уличываючи его физиологичные и взрослые особливости. На контлячения варта рается выключено с урачом, а не с интернетом або иншими батьками. А на Коральчук и Гармарыщенко отель радиокомпания Гомель. До инших тем. У Гомеле проходит открытый чемпионат белорусского физкультурно-спортивного товариства «Динамо» по шматборь и вратовальников. Удельничают девять команд областных и Минского городского управления, Республиканская отрада специального призначения и Университета грамадянской обороны МНС Республики Беларусь. На полигоне, где проходили квесты для вратовальников, побывала и наша здымечная бригада. Знасти и выратовать именно так можно описать о малюсии этапы поседенных с поборницей. Найбольшеведовичным з'является процовка деяния в умовых надзвычайных ситуаций техногенного характера. Тут вратовальникам на одном полигоне необходимо ликвидовать умовное наступство ДТЗ, аварии на химическом объекте, пройти квест у газа дымокамеры и вызвались потерпелых с подзавалов. На каждом объекте свой часовый лимит, не едя одна година, на інших полторы. Гомельская земля удивила, организовали на очень высоком уровне, выступает уже не первый год, опыта хватает, но честно, на данный момент это самое сложное соревнование, которое было за все это время. Очень физически тяжело, технически сложно, интересно, есть где подумать. Ребята в тактике не ограничивают, то есть вариантов пройти этап уйма. Поэтому это придает большего интереса и захватывает. Этап проехтовалися для наилепших вратовальников Украины. Склада на Сюзняли до максимума. Сам полигон створался на протягу трех годов и сегодня он принимает с поборницей Республиканского Узровня. Организаторы и старшие судьи на этапах жили здесь на этом полигоне, чтобы каждый этап был максимально сложный и интересный для проведения. Каждый вложил частицу своей души в каждый организованный этап. Поэтому идея была общая. Ну и когда уже руководство министерства приехало проверило готовность к этапам, конечно же сказали, что Гомель должен в этом году встречать и проверить подготовку наших спасателей всей Республики. Ну, вроде бы все получается, все неплохо, ну и ребята нравится, но тяжело. Кожный этап с поборницей после проходжения одной команды необходимо обновлять. Чтобы снова смоделировать умовы надзвучайной ситуации, нужно 30-40 минут. Нелегко приходится как удельникам, так и организаторам турнира. Для проверки сдольности у воротовальников, что вот треба створать новые ситуации и умовы. Бо на самом речне одно надзвучайное сдарение не повторяется за днольковыми обставинами. И тут минавито в неведомой ситуации включается кемливость. У ликвидации наступствов аварий, пожаров, завалов она не меньше важна, чем физичная сдольность воротовальников. Евгения Кухаронак, Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадо и компания Гомель. Знову на больнице Ильинина завтра ввешены оранжевые узровы небеспеки. Як поведомили у Белгидрометцентры 19 липня будет воблачно с прояснениями. На большей части территории краины пройдут короткочасовые опадки. В день в особенных районах чакаются мощный дождь, град и порывистый ветер. При этом будет тепло. Нагадаем, что у Гомеля в эти дни проходит комплексная проверка процесс дольности автоматизованной системы централизованного повышения гражданской обороны. Тестирование электросирен заплановано на завтра с 9 ранец до 5.01 вечера. Комплексная проверка системы проводится для оценки ее реального стану. Насельство просит заховывать спокой. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Два человека доставлены в медицинские учреждения Гомеля в результате взрыва, произошедшего вчера на одном из предприятий Советского района. Примерно в 16 часов спасатели подразделения МЧС Гомельского гарнизона выехали по сообщению о том, что на улице 30 лет октября на территории общества с ограниченной ответственностью экспедиционный отряд подводно-технических работ произошел взрыв. По прибытии к месту вызова выяснилось, что при проведении огневых работ в непосредственной близости от 200-литровых бочек с остатками горючей жидкости произошла вспышка газовоздушной смеси в одной из них. Травмированы двое работников. Один из них 1967 года рождения получил рваные раны живота, ноги и повреждения печени. Второй 1977 года рождения ожоги ноги первой и второй степени. Оба госпитализированы. Несмотря на все предпринятые меры, врачам ожогового центра не удалось спасти пенсионера из деревни Судовец Светлогорского района. Мужчина с ожогами головы второй и третьей степени 11 июля был доставлен из районной больницы. Предварительно установлено, что ожоги и перелом руки он получил 9 июля, упав в муравейник, который сами поджег. Проводится проверка. Вчера была госпитализирована и 46-летняя женщина пассажир автомобиля Вольво 440, которая в Калинковичском районе попала в ДТП. Автомобилем управляла 26-летняя женщина. Авария произошла на автодороге Бобруйск-Мозырь граница Украины. С целью совершения обгона попутно двигавшегося автомобиля девушка-водитель совершила съезд в Киевед, где опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил телесное повреждение и была госпитализирована. Водитель был пристегнут ремнем безопасности не пострадал. В ГАИ также сообщили, что с 18 по 22 июля на территории Гомельской области со стороны сотрудников ГАИ будет усилен контроль за соблюдением водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и перевозки детей. Спасатели Рогачевского района спасали Аистят. После порыва ветра обрушилась часть гнезда и птенцы выпали. Вернуться сами не могли. Летать еще не научились. Прибывшие к месту вызова спасателей обнаружили на земле трех Аистят. При помощи трехколенной лестницы они забрались на стол и поместили Аистят обратно в гнездо. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терри Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В штаб-квартире Европейской Федерации Гандбола прошла жеребьевка континентальных турниров. Стали известны соперники наших гандболисток. Первую игру Кубка Вызова они сыграют с литовской командой Жальгерис-2 из Каунаса. Игры пройдут 10-11 и 17-18 ноября. В Бресте завершился чемпионат страны по плаванию на короткой воде. Наш регион представляли 23 спортсмена. Евгений Цуркин выполнил нормативы на чемпионат мира в китайский Ханчжоу на двух дистанциях. Сначала 100 метров батерфляй с результатом 51-45. На следующий день уже 50 метров батерфляй с результатом 22-99. В общекомандном заочете по итогам трех соревновательных дней сборная Гомельской области заняла второе место. Результат наших спортсменов 2044 набранных очка. Победитель чемпионата команда города Минска. В Гомеле завершилась областная спартакиада по академической гребле. За победу боролись около 130 юных спортсменов. На соревнованиях были представлены две самые младшие возрастные группы 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения. Для первой была предусмотрена дистанция 1500 метров, для второй – 1000. Спортсмены представляли спортшколы области. По результатам соревнований места расположились следующим образом. Среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения победила Гомельская с дюшер профсоюзов по академической гребле. Второе и третье место у представителей мозорских спортивных школ. Среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения также не было равных воспитанникам Гомельской с дюшер профсоюзов. Второе место вновь у Мазырян, а замкнули пьедестал почета представителей с дюшер номер 6 города Гомеля. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд второй лиги прошло уже 14 туров. В этом турнире Гомельскую область представляют два клуба «Речицкий спутник» и «Гомельский бумпром». Если речичане проявляют себя достойно, располагаясь на пятой позиции в чемпионате, то у гомельчан дела не идут. В данный момент бумпром находится на последней пятнадцатой строке в турнирной таблице, имея в своем активе лишь пять набранных очков. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Егорова